И всем привет ребят, с вами в стройке, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно нашему новому режиму. Сегодня у нас пятница и сегодня у нас в игре стартовал новый специальный режим с золотыми ящиками. Сегодня мы вместе с вами сыграем в нем, посмотрим насколько он интересен, насколько он прибыльный. Ну и попробуем половить также голды в рамках одной матчмейкинговой катки. Что касаемо режима, это обычная ДМК без овердрайвов и скорее всего без нулевого урона. Что касаемо именно пушек и корпусов, то давайте попробуем взять вот такую вот интересную комбинацию в виде дико молота. Молот конечно же с штурмовой кассетой. Ну и возьмем по резистам что-то, что-то, что-то наподобие вот наверное такого молота, джига и что-то может быть еще такое прям очень сильное, что нас может нагибать. И честно говоря не знаю есть ли там переодевалка, но давайте например возьмем резист от рельсы. Да, предположим что там будут рельсы. Так, и пикаем в как раз таки спецрежим. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно конечно же не забывайте поддерживать их лайком, только я вот дрон не поменял. Ну и конечно же не забывайте подписываться на этот замечательный канал. Ну а я в свою очередь постараюсь сейчас что-нибудь интересное здесь показать. Меня запикивает на новол, начатый при том. Так, нас новол начатый не устраивает, поэтому мы сейчас заходим сразу в гараж. Переодеваемся еще дополнительно на кризиса. Ну и конечно же друзья не забывайте про розыгрыш. На 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры в аккаунтике. Вот здесь вот устанавливаете ТМП. Дальше оформляете покупку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Максимально просто участвуйте в новом замечательном розыгрыше. Так, ну а теперь я точно уже все одел. Я готов пикать в праздничный режим. Надеяться на то, что тут сейчас будет какая-нибудь бабловая линия. И мы вместе с вами сумеем что-нибудь интересное заформить. Заформить, заформить. Ох, меня закидывает на еще один новол. Только этот новол уже будет идти 10 минут. Давайте тогда, наверное, я на нем останусь. Посмотрим заодно. Да, устройства здесь имеются. Это очень хорошо. А, здесь нет дронов. Ах, то что я переодевал здесь дрон, это вообще значит было абсолютно бесполезно. Понял, понял. Оказывается, ДМК еще и без дронов. Ну, с одной стороны, наверное, это плохо. Но, с другой стороны, если учитывать тот факт, что как раз таки у противников их тоже нету, да, то я все равно на этом дикомолоте смогу делать большое количество киллов. Поэтому, нормально, нормально. Но здесь и продукт будет тогда очень сильно нагибать. На первом месте у нас игрок с как раз таки штурмовой кассетой. Ну, давайте попытаемся, постараемся войти здесь в топ по киллам. Посмотрим, получится у нас это сделать или нет. Так, а резисты, резисты есть или нету? Походу, а, нет, резисты есть. Я уже думал, и резистов тут нету. Резисты все-таки имеются. Так, ну и что касаемо повышенных голдов, то у нас сегодня должен падать еще здесь трилистник в виде золотых ящиков. И вот как раз таки трилистник было бы очень неплохо поформить. Да, ну и что касаемо карт, то у нас здесь новол, ферма и перевал. Новол, наверное, для как раз таки дикомолот это самая плохая карта. Да, а вот если бы я бы, например, был бы сейчас на фермочке, либо на каком-нибудь перевальчике, вот это бы выглядело бы намного интереснее. Так, голд у нас будет сейчас падать на центре. Моментально они не падают, значит, они падают так же самым плюс-минус по таймингу. Так, и падает у нас обычный голдосик. Попробуем его поймать. На новоле, конечно, я уже тысячу лет не играл. Это одна из самых любимых карт Виталика Билли Миллиганчика. Я думаю, что он на ней точно поиграет, покайфует. Но я, ну, не сказать, что я рэй фанат этой карты, но, в принципе, тоже такая олдовая, ностальгическая карта, которую можно, конечно же, и раскатать. Так, плюс три килла быстрых даем. Я смотрю, что тесел много, да, и то, что я взял резист как раз таки от рельсы, это неправильный рез, да. То есть резиста от рельсы здесь брать не было смысла. Оп, два голда у нас рядом, падает первый обычный и второй обычный. Трелестников падает, получается, не так много. Я думал, что тут у нас трелестников будет как раз таки большое количество падать. Первый забираю. И второй бабловый. Есть контактичек. Второй бабловый сюда. Ну да, супер. Плюс два голда. Неплохо, неплохо, неплохо. Очень неплохо. Вот так вот, просто плюс два голдосика. Сразу в ряд. Так, ну а что касаемо киллов, я бы не сказал, что у меня много киллов. Да, я бы сказал, что я тут чисто на голдоловном вооружении решил погонять. Половить голды. Но по киллам у меня не сказать, что есть какой-то большой плюс. Так, пробуем делать здесь киллы. Пробуем разряжать ребят. Вот это, кстати... А, нет, это не этот игрок на первом месте. Я думал, что это дико молд как раз таки на первом месте здесь по киллам. Но оказывается, что он не на первом месте. Так, фриз задувает меня. 20 киллов. 20 киллов, а первого 55. По отрыву я даже и не приблизился к этому первому месту. То есть, значит, что молд как раз таки штурмовой кассеты в этом режиме может очень себя неплохо показывать и реализовывать. Будет ли он мне стрелять? Ну, пусть стреляет. По резисту это вообще такая бесполезная вещь, если честно. Но... Так, ну что касаемо резов, то я с двумя резистами угадал. А вот с одним резистом, а именно с резистом от Теслы, я не угадал. Взял рез от рельсы. Но здесь оказывается, что Теслы преобладают в большом количестве. Поэтому мы берем как раз таки резист от этой замечательной пушки. Так, ну и будем пробовать еще здесь делать киллы. Может быть даже то, что здесь нет дронов, это и больше плюс для нас. Потому что нас не могут быстро, например, разобрать. Да? О, где-то голд падает. О, здесь все голды практически на центре падают. Поэтому вообще шикарно. Можно эти голды очень неплохо ловить. Так, дикожигу, дикожигу, дикожигу. Забрать, 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 забрать. Отлично. И еще один голд мы вместе с вами берем. Блин, я сбился уже сейчас со счета. Какой этот по счету золотой ящик. Но я точно могу сказать, что это очень и очень уже неплохой результат по именно пойманным золотым ящикам. Так, пробуем накидывать урон. Дикожига у нас тут. Даже две дикожиги у нас играют. Одна дикожига. А, ладно, просто жиги. Показалось, что там дикожига. Вторая тоже. Это оказывается на воспе. Так, где-то у нас еще один голд. Пока что ни одного трилистника не упало. Пока что все голды, которые падают, это обычные золотые ящики. Диктатор у нас играет здесь под голд. И у вас по жига играет под голд. Но я спокойно въезжаю и забираю еще один голд. Офигеть. Вот настолько просто ловятся эти золотые ящики. Меня даже никто и не сливает. Мы вместе с вами забираем еще один голд. И вы, в принципе, можете посчитать количество пойманных голдов. По моим ощущениям, уже очень и очень неплохо. Ну и если, в принципе, ловить такое большое количество голдов, то в среднем можно очень неплохие цифры по кристаллам получать. Так, мне расходочку сбивают. Ну и, наверное, лучше было бы слиться в такой ситуации, что хп у меня нету. А голд сейчас полетит. И где же он летит? Ой-ой-ой, ничего себе. Он не на центре летит. Оказывается, тут еще и не на центре точки есть. Оказывается, мне вообще надо было назад смотреть. Ладно, ничего страшного. Кидаем урон здесь по оппоненту. Так, и у нас еще один голд появляется. Попробуем сейчас как раз-таки поехать на него. Вот так. Ну, здесь нас жига выпушивает. И, к сожалению, до голда я уже не доеду. И голд падает, кстати, в яме. Блин, такие интересные точки. Здесь выпадение голдов, если честно. Попробуем слить. Успеваем? Нет. Мне еще и эми статус эффект нанесли. Давайте мы возьмем тогда еще от эми иммунитет. Чтобы меня, если что, расходку не отключали. По расходке у меня тоже проблем здесь не было. Но по ощущениям, даже на таком вооружении, можно закатку бить где-то по 80 килов. Да, плюс сверху брать золотые ящики. И по итогу выходить на очень неплохие цифры. Да, единственное только то, что я думал, что здесь будет много падать как раз-таки трилистника. Да, но трилистник не падает. Почему-то вообще, да. То есть я, если честно, не видел здесь еще пока что ни одного голда с трилистником. Хотя в обычном матчмейкинге я довольно часто встречал эти голды. Ну, при том, что там шанс голдов не повышенный. Да, их не так много падает. То, в принципе, выглядело неплохо. Да. А здесь пока что еще за вот 8 минут, что я играю, ни одного трилистника у нас не упало. Интересно. Так, меня в очередной раз сливают. У меня 42 килла. У первого места 82. То есть он даже еще в плюс 10 киллов пошел от меня после того, как я запикался в бой. Потому что я запикивался, у него вроде как 30-ка как раз-таки киллов была. Значит, игрок четко понимает, как можно этого молота реализовать. Ну и он играет на викинге больше чисто на киллы. Да, здесь по сути-то корпус, наверное, опа, мегаголд не решает. Так, ну вот мне этот мегаголдик было бы очень неплохо взять. А где точка голда? А я не вижу точки голда. Мегголд. Ах, вот он. Вот он. Дикожига по мне накидывает. Падаем на низ. Чтоб меня здесь не слили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Живи-живи-живи-живи-живи-живи. Плиз-плиз-плиз-плиз. Ай-яй, к сожалению, нет. Но это 1, 2, 3. Молодой человек забирает себе в карманчик мегаголдик. Поздравляем его тоже. Можно было бы, конечно, еще и десятку вкусную приподнять, да? Если бы, конечно, я бы забрал бы этот голд. Но, к сожалению, не получилось. Так, очень сильно мне накидывает много дэмэджа за минуту до конца. При том, что у нас голд еще один падает на центре. До него, я так понимаю, что я уже не доеду. А вот урона покидать здесь по оппоненту, я думаю, что можно будет. И еще и такого неплохого урончика можно накидать. Ребята, тут дэдэшки с респажмут. Вообще, вот этот спот для набития киллов, наверное, на новейле очень хорошая позиция. Здесь можно прям очень неплохо набирать киллы. Потому что здесь игроки, во-первых, рискуются с одной расходкой, да? И у меня, если будет фулл расходка, то как раз-таки я уже буду иметь хорошее преимущество. Только лишь по припасам. И тогда можно уже неплохо плюсовать киллы. Единственная, наверное, проблема в этом режиме может быть игры на молоте. Это если здесь будет к вечеру уже намного больше резистов от молота. Да? И тогда, конечно, его реализовывать будет намного-намного тяжелее. Тогда надо будет уже думать о каких-то других пушках. Возможно, о каком-нибудь грамме с вакуумкой. Либо же просто обычные дефолтные жиги. Жига, я думаю, что тут тоже должна набирать очень и очень солидные киллы по цифрам. Ну и вот. Первый игрок у нас, получается, без овердрайвов с обычной ДМки забирает 11 тысяч кристаллов. Я забираю 6 тысяч за, получается, 10 минут. То есть я где-то, если бы играл полный бой, то мог бы получить здесь 9 тысяч. Плюс пойманные золотые ящики. При том, что это карта Novel, я считаю, что это очень и очень неплохой результат. Давайте просто попробуем пикнуть в ДМку. Да? И посмотреть вообще, закинет нас, например, на Перевал либо на Ферму. Потому что я считаю, что Перевал, что Ферма в плане Фарма должны быть более даже крутыми. Единственное, только на Novel будет больше коэффициент по заработку. Но, в целом, я думаю, что как раз-таки Фермочка и Перевал будут смотреться поинтереснее. Но, это уже такая вещь. Так, куда меня закинет? Ну, давайте просто посмотрим, да? Если это вдруг не Novel. Да, вот Перевал, например. Ух, куда меня закидывает? Ничего себе. Блин, ну тут грех не сыграть, если честно. Здесь грех не сыграть, но у нас тогда получится очень долгий видеоролик. Да ничего страшного. Да пусть тебе будет подольше видеоролик, правильно? Я думаю, что все те ребята, которые хотели бы посмотреть подольше видеоролик, даже будут рады этому моменту. Так, ну просто, я хотел просто посмотреть изначально на эту карту. Но, когда я запикиваюсь к таким звонкам, то уже как-то просто смотреть не особо хочется. Также, здесь очень сильно будет решать дроповая расходка, так как у вас припасы уходят на кулдаун, и у вас нет возможности дополнительно их прожимать. То, если вы хотите подольше пожить, то как раз таки лучше всего играть от дроповых припасов. И за счет подбора как раз таки этих дроповых припасов у вас есть возможность подольше пожить, побольше покидать киллов, ну и побыстрее помечтожать противника. Один скиллов за первый респ я даю, здесь у нас уже начинают подпикиваться легенды, но пока что еще ни одного голда не было за полторы минуты. Вот если бы сейчас тут бы какие-нибудь голды бы нападали бы с самого старта, это было бы конечно великолепно. Но так, к сожалению, ничего у нас пока что не дропнуло. Так, Жига, еще тоже наносим рон. Поэтому если вы делаете выбор по вооружениям в этом режиме, то мой вам совет как раз таки играть на Жиге, на Молоте. То есть если у вас Молот есть... Ух ты, ничего себе, сколько голдов. Так, смотрим, что тут падает. Обычка первая падает. Так, я пробую накидывать. Смотрю на то, что падает тут у нас дальше. Тоже обычный. Боже, сколько голдов начинают сыпать. Пробуем въезжать? Нет, к сожалению, не въезжаем. А вот зато еще один вот этот вот забира... Нет, не забираем. Нифига себе, мне быстро успевают слить. Так, а голд у нас падает еще вот здесь вот спереди. На маленьких картах, кстати, очень удобно ловить золотые ящики. Если, конечно, вы сливаете всех, кто под голдом. А вот с этим как раз таки вооружением сливать всех под голдом можно. Так, а где-то у нас еще один вроде как был голд, если я не ошибаюсь. То есть, не падает ли случайно где-нибудь на краях голдов? Или мне показалось? Хотя, наверное, по идее здесь должны быть все голды как раз таки сконцентрированы возле центра. Но почему-то до сих пор, да, до сих пор у нас ни одного еще голда не упала как раз таки с стрелисником. Который, я думал, что есть возможность на этих выходных как раз таки поформить. Интересно так, интересно. Пока что только обычные голды, да, у нас падали. И падали мега голды. Мега голдик это, конечно, тоже очень вкусная вещь. Но, если учитывать тот факт, что... Что, 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 что он был один и был такой редкий. То, наверное, не супер круто. Но то, что круто, это то, что здесь нет уровня урона. И то, что здесь нет овердрайвов. Это, конечно, прям очень большой плюс для этой демки, да. И вообще, в принципе, простых обычных дефолтных демок хотелось бы, чтобы было бы больше в нашей игре. Я, как, не сказать, конечно, что мега любитель, но любил, любил. Все равно любил поиграть в демочку, покилять, покидать урончик. Я скажу, что это очень хороший режимчик. Особенно, когда у нас в обычном дефолтном матчмейкинге есть нулевой урон. А здесь этого нулевого урона нету, да. То это вообще, конечно, совсем другая вещь. Так, у нас падает здесь, вот рядом со мной голд, и где-то еще один будет золотой ящик. Рядом с собой я бы хотел бы поймать, конечно же, золотой. Так, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Пробуем, пробуем, пробуем. Надеюсь, хп хватит. Надеюсь, хп хватит. Есть, забираем. Еще один голдецкий. Так, ну и у нас на другой базе. Ой-ёй-ёй, он сквозь голд. Сквозь голд и не может взять. Офигеть. Даже на аптечке хочет, короче, не отдать золотой. Но посмотрим сейчас, умеем ли мы забрать. Сумеем. Супер. Плюс еще один голдецкий. И есть контактичек. Шикарно. Просто шикарно в этом плане. Забираем голды. Кстати, по киллам тоже очень неплохо идет. Очень неплохо здесь идет. У меня уже 39 киллов. Ну, здесь, конечно, и противник попался довольно-таки такой слабый в начале, по крайней мере. Сейчас я уже смотрю, что легенд довольно большое количество накидала. Так, только вот не могу понять, почему иногда дроповая расходка не берется. Вот у этого молодого человека, например, голд не взялся. У меня сейчас дроп не берется. То есть как-то странно очень. Так, вот этой дикожиге надо накидать. Накидать, надо накидать, 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 накидать. Как можно больше желательно накидать. Так, где-то у нас голд падает. Ух ты, он здесь вот падает. Вот здесь вот у нас есть точка выпадения голда. Интересно. Интересная точка. Так, васпику. Васпику, хорошо. И еще один голд детский. Сюда в карманчик. Ну, блин, ну пока что выглядит прям все очень шикарно. С точки зрения ловли. Да, с точки зрения очень интереса. Выглядит прям мега круто. Прям мега круто. 45 киллов у нас уже есть. 9 минут до конца. Ну, пока что мы все ловим. Просто все ловим. Что у нас падает. Идеально крутое вооружение. Которое работает. Так. В центре у нас появляется голд. Пока что в этой катке, кстати, ни одного голда не упало. С каким-то интересным дополнительным предметом. Опа, вот он. Вот этот релестник. Блин, и меня сливают. И меня, к сожалению, сливают. Вот как раз таки под этот релестничок. А может есть шанс слить? Ах, не успел. 300 урона бы. Сейчас бы нанес бы. И успел бы забрать бы. Да, вот тут, конечно, самый вот неподходящий момент, когда мне реально хотелось бы забрать голд. Меня, к сожалению, сливают. К сожалению, улетаю на респ. Б, опять вон у игрока не берется голд. Что за приколы? Почему у него голды не берутся? Б, молотов становится очень много. Ну, резист молот, конечно, меня все время будет здесь спасать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Сколько киллов? Сколько киллов? Просто в ряд, ребятки, становится. Шикарно. Раскручиваться можно здесь. Так, здесь один у меня, конечно, забрали. Еще. Не прицельно, так сказать, пострелял. И не забрал еще дополнительные киллы. 55 у меня. 26 у второго места. Блин, пока что по киллам выглядит все очень жестко. Так, голд на точку я вижу. Так, и попробуем забрать. Обычный голд. Еще один падает. У нас попробуем здесь по диктатору еще кинуть. Время, благо, у меня хватает, чтобы так раскрутиться. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Блин, хотел сказать, раскрутиться хватает. А сам-то игрока, который был под голдом, то я и не слил. Обидно немножко. Обидно, досадно. Но зато 60 киллов у меня. 50 киллов у меня. На 100 есть шанс, кстати, выйти. Если здесь наберем сотку и больше. Заодно посмотрим, что здесь будет по коэффициенту. То есть на новеле игрок с первого места забрал за 90 киллов 11 тысяч кристаллов. Что является очень-очень неплохим показателем. Посмотрим, что у нас будет вот в рамках, например, такого боя. То есть я здесь, по идее, должен даже больше набивать, чем он на новеле. Но здесь, по идее, коэффициент должен быть меньше. Так, точку голда я заметил. Обкачу здесь со стороны вот так. Попробую здесь викинга молота слить. Падает обычный голд. У меня нет аптеки. Делаем плюс 2 килла. Накидка по хантеру. И попытка. Блин, ну, к сожалению, у меня опять хп не хватает. Не хватает мне чуть-чуть хпшки. Борьба там за тысячу происходит. Но я в этой борьбе уже не участвую. Ну, блин, ну, по киллам пока что выглядит все максимально круто. Да, прям очень даже, я бы сказал, круто. И, кстати, в рамках этого боя можно было бы здесь взять иммунку как раз-таки уже от пробития. Здесь у нас уже есть молот с пробитием. Поэтому можно, по идее, взять иммунку от него. Так, накидываем здесь еще. Давайте пойдем возьмем иммунку от пробития. По резисту я, в принципе, уже попал. Да, и этот резист, я думаю, что как раз-таки для этой демки рабочий. А вот по иммуночке, ну, можно иногда, наверное, просто переодеваться. Так, по васпику накидываем. Хорошо. Хорошо. По хальку есть тоже урончик. Так, попробуем чуть откатить. Покидать, покидать, покидать. Супер, шикарно. Так, 78. Есть контактичек, есть контактик. Еще добавим. Хорошо, по дикотеслочке бы чуть-чуть покидать. Пол хп у дикотеслы, кстати. Пол хп у дикотеслы у нас остается. Тут по викингу еще чуть-чуть добавляем. Пять минут до конца. У меня 82 килла. 82 килла у меня. Так. Пробуем покидать еще. По вот этому молодому теперь урончик. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Есть контактик. Есть контактичек. Да. Добавляем. Шикарно. Шикарно. Пока что все выглядит максимально круто. Так. И у нас еще один гол. Это спрашивают ютубер или нет. Ник знакомый просто. Наверное стоило бы ему ответить. Но у нас падают голды. Поэтому пока что мы на голдовом. На голдовом врыве. Ай-яй-яй-яй-яй. Точка-то голда. Хорошая я была. Но я решил что-то как-то очень сильно раскрутиться. Ну и с этим раскрутом к сожалению не получилось у меня забрать. Так. Ну ладно. Тогда заберем его сейчас вот этот гол. Этот я железно забираю. За счет как раз таки высоты своего корпуса. Даже если бы у вас в такой упор подъехал бы. Все равно бы у него не было шанса бы здесь его забрать. Поэтому в принципе наверное выглядит неплохо. 93 килла и 4 минуты до конца. Хорошо. Хорошо. Пробуем. Пробуем. Пробуем выходить на 120. На 120 если выйду. То будет вообще наверное шикарный результат. Будет шикарный результат. Так. Еще вот здесь урончик. Еще вот здесь урончик. Супер. Пока что все выглядит супер. Так. По диктатору еще навал. Еще по хантеру. Неплохая накидочка. Чуть-чуть откатываем назад. И пробуем добавлять. 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 И по васпу. Добить. Ах. Не успел. Чуть-чуть добить. 100 киллов. 100 киллов у нас уже есть. 3 минуты до конца. Давайте попробуем выйти на 120. Как раз таки. Вот и дроповая расходка. И вот и близко еще и голд падает. Вообще все шикарно. Можно попробовать забрать и золотой и забрать пару киллов еще себе в карман. Что у нас падает? Опять обычная тысяча. Вот видите. Как только я готов забирать голд. Так у меня сразу падает обычная дефолтная тысяченка. Да. Как только у нас какой-то хороший золотой. Так. Я обязательно буду не на фулл хп. Либо буду без расходки. Либо буду вне позиции. Так вот мне немножечко в этом плане не везет. Так. Где у нас голд? Голд на центре. Что падает? Падает обычка. Обычка падает. И падает еще один голд. Давайте пробовать. Наверное даже въезжать в этот. Давайте пробовать. По крайней мере вносить большое количество урона. Так. Ладно. Я понимаю что я уже не заберу. Ой. Контейнер падает. Контейнер. 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 Нет. К сожалению тоже далековато был. Чуть-чуть не успел уже раскрутиться. Так. Подмораживает меня фриз. Боже. Эти фризы конечно с шоковыми заморозками. Сейчас выглядят прям очень-очень противно. Сейчас фриз. Это прям очень сильная пушка стала. Так. Но у нас 110 килов. Еще десятка. Я на 120 как раз таки буду фиксировать прибыль. Ну и по идее. По идее. Это явно выглядит больше чем тот игрок который взял в предыдущей катке у нас 11. Выглядит это явно поинтереснее. Потому что тут еще отрыв по киллам у меня есть. А с отрывами должно по идее и давать поинтересней. Так. Твинс мне накидывает большое количество урона. Голда точка в принципе наверное рабочая. Если я успею выкрутить успеваю. И отлично. Как раз просто по таймингу с таким количеством хп въезжаю и забираю еще один голдецкий. 114 килов. 114 килов. Полторы минутки до конца. По харьку попробуем здесь покидать. Диктатор еще респится. Хорошо. Есть контактичек. Так. Чуть-чуть шире берем. Чуть-чуть берем шире. По харьку еще добавочный урон выдаем. Так. По мамонту есть. По викингу есть. По еще одному викингу есть. По хантеру есть. По харьку есть. 124. Даже на 130 есть шанс выйти. Даже на 130 есть шанс выйти. И все-таки вот насколько это решает то, что здесь во-первых нет нулевого урона. Во-вторых нет овердрайва, которыми противник тебя может контрить. Да, вот эти две вещи, они очень сильно выводят совсем в другое русло этот режим. Ну и понятное дело, что штурмовая кассета в этом плане тоже решает очень многое. Да, то есть этот дикомолот преображается как раз-таки с этим устройством. Так, но этот голд я точно не беру. Очень много, конечно, мне урона вкидывается. 20 секунд до конца. 4 килова успею сделать. По идее должен успевать. С таким респом. С таким респом. Такой фантом от меня. Успею. Плюс килл. Плюс килл раз. Плюс килл двас. Двас, двас, двас. Нет, все-таки не успею. 127. 127. Ну практически 130 будем считать. Будем считать 130 киллов. И сколько? 11 тысяч. То есть коэффициенты прям очень сильно отличаются от нового. То есть если вы хотите играть на киллы. И стараться забирать хорошее количество как раз-таки кристаллов за бой. То лучше всего играть на новой ли. Но если вы хотите комфортно покилять, да, побольше, побольше. Да, 15 тысяч опыта. Просто пятнашку опыта за катку. Но это очень много. Да, но зато по кристаллам дало, конечно, мало. То можно и перевальщик, и фермочку тоже реализовывать. Но пятнашка за бой выглядит прям очень интересно. И, ну, такие демки реально мне нравятся. Не знаю. Прям комфортно было. Прям очень комфортно. Пишите, что вы думаете по этому поводу. У нас довольно длительный такой видеоролик получился. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось. Также можете в комментариях написать, сколько голдов я поймал за эту катку. Ну, вернее, и за эту, и за предыдущую, да. То есть сколько вообще голдов я поймал за этот видеоролик. По фарму получилось, как по мне, очень круто. Но вот три листников, к сожалению, падает крайне-крайне мало. Поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и не забывайте про розыгрыш. На 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, по моему личному тегу, в настройках игры. Можете установить тимпэшечку, ну и дальше участвовать в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.